Лукашенко получил отсрочку выплаты по кредиту за АЭС. Байпол заявил, что в Беларуси осталось 200-300 вагнеровцев. Задержания на границе продолжаются. Военнопленный РФ рассказал, как проходил обучение военному делу на территории Беларуси. А лукашенковский министр Олейник пожал руку советнику Светланы Тихановской в кулуарах Генассамблеи ООН. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер, дорогие зрители и подписчики нашего канала. Сегодня, как и всегда, мы с вами поговорим о самом главном. Не забывайте про подписку, лайк и комментарии. Ну а мы начинаем. Ну а начнем мы, пожалуй, с новости о том, что футбольный клуб БАТЭ влазит в долги. Ассоциация Белорусской Федерации Футбола удовлетворила просьбу ФК БАТЭ о выдаче денежного займа, который будет возвращен с еврокубковых доходов этого сезона. Ранее сообщалось, что клуб из Борисова намеревался взять в долг 700 тысяч долларов. Спортивный журналист Николай Ходосевич сообщал, что у клуба есть долг в размере полутора миллиона белорусских рублей. БАТЭ в еврокубковом сезоне 2023-2024 года заработал 1 миллион 150 тысяч евро. Как правило, заработанная сумма приходит на счет клубов по завершению евро сезона. Некоторые депутаты парламента Литвы получили электронные письма с угрозами. Нам стало известно, что вы приняли решение не предоставлять политического убежища нашей руководительнице и белорусской правозащитнице Ольге Карач. В связи с этим спешим вас оповестить, что если не будет принято обратное решение в отношении Ольги Карач, то мы примем радикальные методы, которые будут направлены в отношении вас и ваших семей, сказанного в электронном письме, полученным депутатами. Угрозы были подписаны батальоном воюющих на стороне Украины белорусских добровольцев террор. Издание Еврорадио обратилось за комментарием к представителю воинского формирования Родиону Батулину. Тот опроверг, в свою очередь, причастность террора к разосланным литовским депутатам угрозам. Лукашенковский министр Олейник пожал руку советнику Светланы Тихановской кулуара Генассамблеи ООН. Об этом рассказал Франа Квячорка. По его словам, Олейник подошел к нему, пожал руку и поздоровался, чем вел в некоторый ступор. Напомню, что в прошлом году делегация во главе с Владимиром Макеем всеми силами избегала встречи с командой Светланы Тихановской в коридорах, а сам министр даже убегал от Франа Квячорки. В Беларуси осталось 200-300 вагнеровцев. Такую оценку дает инициатива Байпол на основе анализа материалов спутниковой разведки и данных, полученных от участников плана Перамога. Сообщается, что наемники продолжают сворачивать палаточный лагерь в деревне Цель, примерно с той же скорости, что и в августе, то есть достаточно быстро. По данным Байпол, признаков увеличения численности личного состава также выявлено не было, поэтому на территории РБ может оставаться до 300 участников ЧВК. Лукашенко получил отсрочку выплаты по кредиту за АЭС. Выплаты по основному долгу должны были начаться еще в апреле, но с барского плеча диктатору разрешили внести первый платеж 1 апреля 2024 года. О том, что у режима нет денег на погашение кредита, стало известно еще в марте 2023, когда и был подписан договор об отсрочке, и только сейчас его ратифицировала Госдума. Кроме того, кредит теперь будет выплачиваться в другой валюте – российских рублях. В азербайджанском городе Явлах прошли переговоры между представителем азербайджанских властей и администрацией непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Главная их цель – выработать условия адаптации карабахских армян к новым условиям. Они опасаются, что после перехода их территории под азербайджанский контроль, там могут начаться этнические чистки. Международные посредники ждут от Баку предоставления гарантии безопасности и равных прав армянам Карабаха. Тем временем, в Ереване начали подготовку к организации возможного вывоза армяна Нагорного Карабаха в Армению. Последствия возвращения в Беларусь. На границе задержали бизнесмена, а жительница Волковыска проходит по восьми статьям. Стало известно, что 18 сентября силовики на польской границе задержали 46-летнего предпринимателя Олега Подлипского. Известно, что он уже оказывался за решеткой в 2020 году во время протестов в Новогрудке. Также 27 февраля прошлого года его задержали в Минске за акцию против военной агрессии России в Украине. Тогда его арестовали на 15 суток. А 30-летний Александр Коско из Волковыска, которую также задержали по возвращению из Польши, грозит огромный срок. Ее судят по восьми уголовным статьям. Женщине вменяют в частности создание экстремистского формирования и разжигание вражды. КГБ включил ее в террористический список. Дорогие белорусы, если вы уже уехали, но планируете вернуться в Беларусь, имея хоть какой-то протестный экстремистский бэкграунд, задумайтесь, стоит ли так рисковать. Ну и напоследок, военнопленный РФ рассказал, как проходил обучение в военному делу на территории Беларуси. В Беларуси, вот, я в Беларуси на занятия вообще не ходил, то есть я прогасился в столовой. Я был, типа, постоянно чёрный по столовой. Ну и по словам ребят, то есть, ходили по лесу, закапывали какашки. Ну что ж, на этом наши новости подходят к концу. Более подробную информацию можете найти у нас в телеграм-канале. Не забывайте про подписку, лайк и комментарии. Слава Украине! Живи Беларусь! Живи Беларусь!